Чешуи горлы моха Вымерший вид певчих птиц Семейства гавайских медососов Эндемик острова Кауай Чешуи горлы моха Был распространен в субтропических лесах острова Эта птица была одной из самых маленьких В семействе гавайских медососов Она была чуть более 20 сантиметров 7,9 дюйма В длину Она имела черную или блестящую Темно-коричневую окраску Редкое желтое оперение у бедра А также слабые белые полосы у груди Под крыльями Она была единственным представителем рода моха Имевшим глаза с желтой радужной оболочкой Название птицы было дано местными жителями На языке которых оно означало Карликовый моха Как и другие медососы Эта птица имела острый, слегка изогнутый клюв Для сбора нектара Птица гнездилась в основном В густых лесных ущельях острова Кауай Основным источником питания Был нектар лавелий и дерево охи алихуа А также мелкие беспозвоночные и фрукты Численность кауайского моха сокращалась по нескольким причинам Разрушение привычных мест обитания И прессинг со стороны прибывших на остров вместе с человеком свиней и черных крыс А также комаров, переносивших опасные птичьи инфекции Резкое падение его численности было отмечено в начале 20 века По словам орнитолога Джорджа Мунра, моха был еще нередок в 1899 году Однако за 4 посещения кауай с 1928 по 1936 год он не смог ни увидеть, ни услышать, ни одной птицы К тому времени общая численность вида сократилась уже до десятков особей К 1981 году в живых осталась последняя известная пара кауайских моха Однако после урагана Айва в 1982 году пропала самка Оставшийся самец еще долго оглашал тихие леса Алака и своей прекрасной песней в надежде привлечь подкмершу Но, увы, его зов уже не имел шансов получить ответ В последний раз эта особь была встречена в 1985 году А в 1987 году Дэвидом Бойнтоном была сделана запись ее голоса Хотя она и имела громкий голос, ее не удалось найти с 1987 года С этого времени вид считается полностью исезнувшим Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok